всем доброго времени суток вы на канале топотун тиви ребят у нас снова такое видео где мы сразу снимаем вам наших и ушек и разговариваем разговорном стиле до немножечко у нас поменялось переходим постепенно такое такие видео сегодняшняя тема у нас о том как приучить ее блефара к рукам как правильно брать и ушку вообще на руки когда ну вот вы только ее купили она у вас вообще вас боится как бы естественно не забирается никуда вообще просто прячется и всех сейчас мы вам покажем на примере взрослые особи и также на примере малышей как вот нужно брать смотрите вот у нас взрослая и ушка наносит как бы вы прекрасно знаете о том что ее можно как бы спокойно совершенно мы и гладим по телу как бы хвостик но сейчас у нас активно да она очень активная на просто еще хочет кушать ждет стрима одновременно со всеми повидаться охотцы но такая малышка значит смотрите вы у вас вот ваша ручка на прекрасная замечательная вы берете и облифа расистеем так остановлю под пузико это обязательное условие берете вот так под пузико вторым пальцем можете придержать с другой стороны и вот как бы вот так вот так об и вот она у вас уже находится на двух вот этих ваших пальцев мизинец указательные в сторонке потом указательный палец вы подставляете под шейку и вот она у вас уже на руке еще раз вам покажу это смотрите смотрим внимательно вот так как берем вот указательный палец уже под шейкой и вот все девушка у вас на руке дальше вы уже просто переворачиваете руку ну она как бы естественно будет ползать там она зацепляется у нас на носик зацепляется хвостом мы как бы с руки на руку уже как вы представляете другую ладошку и все у вас блюфар уже вот сидит на руках это вот как правильно брать дальше сейчас пойдем именно уже по приручению так на носику на у нас идет странстве берем малыша совсем маленького тут у нас уже камера пойдет сверху котята бегают у нас малыши хустрый значит как правильно взять на руки малыша вот он у вас сидит совершенно как бы спокойно в террариуме вы можете также убирать там поилки влажные камеры как бы все сторонку в обязательном порядке нужно малыша загнать куда-нибудь в угол это прямо обязательно так в сторонку то смотрите вы его не можете никак подобрать подсунуть пальцы как бы здесь у нас начинается стресс некоторые вообще прямо бегают непонятно как нормально это котелок смотрите вы подгоняете малыша подгоняйте малыша куда нибудь в угол там не знаю давайте вот этот угол ладно вот он идет в уголок потом вот так вот ручкой перегораживать ему проход вообще куда угодно куда не пойдет там подставляете свою руку и дальше вот отсюда барьер да гоните на свою ладошку я просто сразу подставляю уже свою вторую ручку на подхвате вторая рука смотрите видите он лизнул и вот так вот вы держите малышку на руках где-то около там ну не знаю минутки 35 просто чтобы и ушка привыкла к вашей руке к запаху ко всему смотрите видите она опускает головку опять там лизнет еще как-нибудь и так вот где-то делаете на протяжении но недели каждый день это обязательное условие потом вы уже сможете брать вот так же как и на носика но делайте это аккуратно вот так же смотреть вот малышка пытается ползти вы коп ручку перевернули и потом подкладываете там вторую ладошку и вот так вот она у вас будет пост как бы если приручать таким образом можно вот так вот потом чтобы чтобы ваша и ушка стала вот такой же плюшки как наши на на в обязательном порядке нужно постепенно поглаживать там мир по голове но опять же это не прям сразу как только у вас появилась девушка сначала она должна привыкнуть к вашим рукам то есть это нужно делать только спустя там недели полторы или две то есть постепенно вот так вот аккуратненько по чуть-чуть такой по головке там вот видите наши еще не привыкла к этому но вот так вот понемногу гладить вот по голове тоже иногда создавать препятствия небольшие и гладить просто чтобы и ушка постепенно и понемногу привыкала вот например она ходит и вы не сжимаете ни в коем случае не сжимаете и ублю фар в руках там или еще что-то не говорим о том что нужно там делать это постоянно каждый день там где-то раз в не знаю раза три в неделю вот так вот гладить по головке чтобы и ушка просто привыкала ну и вообще когда вы просто берете на руки там ну тоже можно слегка погладить сейчас я на наня покажу вот смотрите вот он у нас на на получается то есть мы ее вот взяли на руки и вот так как бы поглаживаем ну опять же вы со своими малышами делайте это не часто немного сильно он еще стрессуют да да они очень сильно стрессуют и как делать это аккуратно прям очень-очень аккуратно очень эта плюшка и сейчас я вам покажу дыму как у нас дыма на все это реагирует пока можешь и думаешь как как и малый но вот мы все-таки решили достать бун не дыма потому что дыма может вообще выпрыгнуть она нас все никак не получилось нас не приручить прям как бы гулять не кусается но у характер такого глифара да будет на смотрите видите она как бы дергается то есть ты дотрагиваешься две головы до тела как бы она прям такая дерганая девочка да ты можешь ее тоже взять как бы она не укусит тебя ничего как бы тоже как я вам говорила под пузико вот бы девочка касается но ей прям ужасно не нравится когда ее вот трогают по телу вот сразу это дергание хвост трогаешь дергается голова ну не нравится не будем девочку беспокоить как бы мы главное вам показали что если вы хотите чтобы ваша блефар был как вот снова повторюсь плюшевым как я сказала про на на то нужно самого вот как только она у вас появилась приучать ее к вашему запаху гладить по головке иногда по телу хвост не нужно сжимать нет не надо это трогать это как бы только у нас только это наши блефары приучены к этому мы вас на это никак не акцентируем не нужно у вас вот только голова и тело и опять же не нажимайте вы только лишь водите аккуратно водите там пальчиком слегка прям почесываете ну не ногтем а тоже пачку просто водите ну это вот на это в принципе нас все как бы вот такой небольшой у нас инструктаж как мы приручали наших вообще и ушек тоже надо же она не такой была плюшка и она лишь спустя спустя время но где-то на приучи на приручение уходит месяц месяц или полтора месяца и малышку уже у каждой у нас пар по-разному как с ним заниматься еще еще от характера зависит то тоже не стопроцентная методика которая помогает но она она действует на самом деле если заниматься только чему-то может и придешь какой-то результат будет ну на этом у нас все ребят ставьте лайки подписывайтесь на канал всем до встречи всем пока пока